Четыре часа утра. Цемлянск. Что-то взорвалось сильно. Ростовская область. Ну, мы никому ничего плохого не делали. Мы ни на кого не нападали. Так в чем план? Наша цель захватить Харьков? Вчера Зеленский посетил Харьков, провел там заседание Ставки. И в то же время у нас идут активные бои под Харьковом. Добиваются успеха, вроде военнослужащие наши. Не вроде бы, а добиваются. Слава Богу. Каждый день двигаются строго по плану. Ну, а как нам поступить? Они просто поставили нас перед выбором, в рамках которого мы не могли сделать ничего другого, как кроме встать на защиту людей там проживающих. То же самое потом с Донбассом пошло и с Новороссии. Все началось с того, что в 2022 году многие, которые были мобилизованы в ДНР, или пошли добровольцами. Люди просто говорили, раз так, раз вы так воюете, то воюйте сами. Когда он сидит дома в Донецке, к нему приезжают, забирают, арестовывают. Поэтому появилась миграция из ДНР и ЛНР в старые регионы России. Что мы увидели? Что у нас теперь организовался заградотряд. По указанию губернатора Ростовской области Голубева, теперь административная граница между ДНР и ЛНР, она такая же, как государственная. То есть там есть такая же зона, в которую нельзя заходить, только через пункты пропусков. Любой журналист Российской Федерации может приехать на любой из пунктов пропуска и посмотреть, как поступают с донецкими мужчинами. То есть это как с пленными. Если ты, не дай бог, через мимо пункта пропуска пытаешься проехать, ну у нас же ДНР уже Россия и Ростов Россия. И если ты пытаешься мимо пункта пропуска, то ты уже преступник. То есть ты автоматически арестовываешься, с тобой как с заключенным ведут себя. Ну и, как правило, ты... Какой позор, господи! Мы обнаружили с удивлением, что там такие же русские, как и мы. Мы пришли на помощь этим людям. Значит, ну, конечно, нам нужно сделать все для того, чтобы вхождение этих территорий было плавным, естественным. И как можно быстрее бы люди почувствовали результат. Вы знаете, у нас и в России много проблем. Это цинично. Мы все знаем, что пока Россия разрушает, мы строим. Пока не нарушают, мы защищаем. Устав ООН, Генеральная ассамблея ООН, МУС. Куда бы вы ни посмотрели, везде Россия вызывает неуважение. Все только настроены обвинять в чем-то Россию. Недовольство, пессимизм, удрученность. Основные чувства россиян. На жизненном горизонте нет ничего, кроме руин, смертей, упадка. Если будет нужно Родине, мы, конечно, готовы. Если такой оказался нервический, то дайте денег, то, главное, черт с ним будут за свои. Мир разделился на тех, кто будет жить, и тех, кому нужно умереть, став лучшими в аду. Основная работа, которая, наверное, ляжет на плечи этих мобилизованных, это вот непосредственно, как говорится, защита этих территорий, нахождение их, этих бойцов в наших тылах, чтобы они нам оказали поддержку именно в непосредственном, как говорится, локализации, как говорится, тех угроз, которые могут быть у нас за нашими уже спинами. На границе у нас в Белгородской области, на границе с Харьковской областью стоят, вот прям на границе стоят срочники, такая реальность, тиктокеры стоят за ними, вот, а срочники у нас впереди, вот. Командует, я напоминаю, этой эпопеей Лапин. Лапин это у нас автор переправ через Северский Донец в 2022 году. Мы все помним эту технику. А вот на данный момент какие задачи стоят, какие задачи предстоит решать спецназу Ахмаду? Ну, задача у нас одна, это развитие тиктока и моего канала, Лапти Аладдина. Ну, по факту, мы на большее не способны. Мы бегаем, стреляем, кидаем гранаты. А что еще нужно? Не понимаю ваш вопрос. Вы же здесь себя в безопасности чувствуете? Я тоже. Из каждого утюга мордатые депутаты, омерзительные лидеры Z-движения, ублюдочный агент ФСБ Гиркин или попы в погонах той же конторы вещают, что умирать не страшно, почетно и богоугодно. И если в исполнении этого долга человек погибает, то он, несомненно, совершает деяние, равносильное жертве. При этом чиновничья братья создает все условия для невыносимой жизни. Вследствие многомерной деградации российское общество стало предельно некомфортным и несправедливым. Герой времени – пьяный Люмпен, бредущий на смерть в чужой земле ради удержания власти в руках его скверных, заскорузлых господ. Кремль опасается гражданской войны в России подобно смутному времени после кончины сумасброда Ивана Грозного. Мы и сейчас это сделаем. Так и будет. В отдельные светлые головы уже закрадываются мысли об истинной цели спецабасрации. Путинской шайке-лейке необходимо утилизировать как можно больше людишек, чтобы обескровить лавину будущей внутренней распри, связанной с трансфером власти. В этом великая освободительная миссия нашего народа. Партия ястребов все больше закапывается. От нее воротят всех и каждого. Тот же Медведев теперь выглядит жалким чучелом. Экзальтированные кровавые клоуны, которые там выскакивают периодически с какими-то заявлениями, еще и пытаются угрожать нам, имея в виду нападение на Крым и так далее. Вот хочу в связи с этим сказать, что совершенно очевидно, они понимают последствия таких заявлений. Ни одна из систем противовоздушной обороны противника в этой ракете не сможет противостоять и создать препятствия для достижения цели. В таком же плачевном состоянии системные либералы. Недовольство ими нарастает из-за экономического обвала. При этом за какие-то месяцы РФ потеряла свое энергетическое оружие из-за необузданной жажды шантажа Европы. Жители Европы остаются один на один со своими проблемами. Но за океаном никого не заботятся, что Европу ожидает очень темная, холодная и долгая зима. Не радует навешивание на страну четырех истрепанных войной украинских областей. Тем более выяснилась некомпетентность даже Конституционного суда РФ. Оказывается, в силе остается договор с Украиной 2003 года о государственной границе. Вы понимаете? Согласно данному соглашению, любые действия по пересмотру в одностороннем порядке государственной границы нарушают Конституцию страны. Иными словами, могут быть отнесены к особо тяжким государственным преступлениям. Это покушение на общественный строй России. По этой причине, что аннексия украинского Крыма, что попытка разжиться четырьмя новыми областями надругательства над конституционным порядком. Никто никого не эвакуирует. Никакой эвакуации нет. Никто никуда не собирается уходить. Более того, это все рабочий формат. Еще раз напоминаю. Попрошу воспринять мои слова всерьез и воспринять их как максимально быстрая эвакуация. Жизнь под угрозой мирных жителей, населения, в первую очередь, шебеки на окрестных селах. Администрация районов и городов сейчас занимается вывозом людей. Операция развивается успешно. В строгом соответствии с заранее утвержденными планами. Да, переживаем. Но никакой паники нет. Никакой паники в городе Херсоне нет. Как сказал Владимир Владимирович, мы еще ничего не начинали. Надо подождать. Надо набраться терпения. Мы всячески убеждены, что нам надо довести спецоперацию до конца и желательно до победного конца. Окопались хорошо. Все делаем, все держим. Мы Херсон не отставим, не уйдем и будем защищать Херсон до конца. Те, кто затевают от русофобии, русофобию затевает, вот это вот, вот это, затевает все вот это. Это я этим людям это адресовываю. Доиграйтесь. Вот с этой русофобией, которую вы затеваете. Мы, безусловно, обречены на успех. Да? Да! А вот с этой русофобией, вы можете узнать, как АЛЬМЯ! Вот и до конца. Сто mesuration у меня. АЛЬМЯ! Субтитры создавал DimaTorzok